В преддверии дня работника агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства Чуваши посетил Батаревский район. Поводом стало открытие животноводческих ферм. Первый пункт рабочего маршрута – сельскохозяйственный потребительский кооператив «Красное знамя». Здесь построили новое хранилище для картофеля. Как известно, Батаревский район является лидером по выращиванию второго хлеба. Хотя в этом году все было непросто. В этом году, конечно, урожай был слабый. Все знают, наверное, в южных районах республики у нас, в Батаревском, Шумашинском, Ярчевском районах, сильная засуха была. Практически сегодня в колодцах воды нет. Зима наступает, трудное положение. Из-за этого потеряли половину урожая. Но, тем не менее, хозяйство работает. Из картофеля хранилища переместились на ферму «Батаревская», открытие которой также состоялось сегодня. Новое помещение предназначено для 200 голов. В планах на 2015 год довести количество коров до 800 и не только. На сегодняшний день задача стоит в хозяйстве и даже руководителя снижать себестоимость молока, грубо скажем. На сегодняшний день в хозяйстве молоко по итогам 9 месяцев посмотрело как раз итоги. Себестоимость молока составляет 11 рублей 75 копеек. Среднерализационная цена составила за 9 месяцев 17-20 копеек. Вот рентабельность, посмотрите, какая. На сегодняшний день есть у нас залоговая база. Если вложить на сегодняшний день, трудно окупается вот такая фирма. Если все коммуникации, все затраты, благоустройство посчитать, находится почти 25 миллионов. Это 5 миллионов в свои вложения, 20 миллионов в кредитные ресурсы. В грех не используя вот такие инвестиционные проекты, когда созданы все условия по поддержке сельскому хозяйству. Картофель и молочная продукция далеко не единственное, чем могут гордиться батаревские селяне. И выставка продукции местных производителей – лучшее тому подтверждение. Самое главное – это производительность труда, снижение себестоимости и, конечно, получение хороших урожаев с реализацией. Потому что сегодня должны мы иметь постоянных партнеров, которые приобретают нашу продукцию. О том, как на сегодняшний день развивается батаревский район, обсуждали на совещании, которое прошло в завершении поездки. Самых активных тружеников района наградили почетными грамотами. А 31 октября в Чувашском государственном театре оперы и балета соберутся фермеры и работники самых успешных предприятий на праздновании Дня работника сельского хозяйства. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов. Республика.